слава богу нашему или нас стало меньше или мест больше хорошо когда мы имеем возможность собираться быть вместе когда мы можем имея общение назидать друг друга в этом есть воля божия потому что он нас назвал церковью своим телом мы друг другу члены и важно чтобы и объединенные в одном теле и мы могли делать то что что созидает что растит что помогает нам приближаться к богу я бы сегодня хотел говорить о обратной стороне о негативном влиянии как писание называет когда мы влияем друг на друга нехорошо вот володя подсказывает соблазны есть такое слово соблазн вы знаете я пытался найти определение просто смотря по словарям ища в интернете это слово такое довольно обширное что конкретного определения нет тем более что значение этого слова меняется в зависимости от того говорим ли мы о духовных вещах о вещах которые говорит библия или же каких-то житейских вещах значение этого слова несколько меняется но самый наверное подходящее такое определение будет это действие или поступок которая ведет к греху или к моральному падению я сравнивал русский и английский перевод интересно что в английском языке нету слова которое бы полностью соответствовало русскому значению слова соблазн в разных местах употребляются разные слова иногда это искушение соблазн как искушение иногда это как действие соблазна как от падения падение человека но тем не менее мы в русской библии находим много 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 мест которые говорят десятки мест которые говорят о соблазне и так когда когда возникает соблазн когда два человека или больше на одну и ту же вещь смотрят по разному и тогда исходя вот из этого конфликта мы либо принимаем точку зрения этого человека и соглашаемся и думаем что это нормально раз он так поступает или же мы не соглашаемся с ним не принимаем точку зрения считаем что человек поступает неправильно всегда ли тот человек который соблазняет поступает неправильно всегда ли соблазняющийся прав нет не всегда мы читаем о христе что он есть камень соблазна мы читаем местописание где к христу пришли люди говорят вот все эти люди услышав твои речи соблазнились и христа это как будто бы не беспокоило он говорит оставьте их но иногда наши поступки и писание чаще говорит об этом являющиеся соблазнами являются являются грехом и мы будем нести ответственность за это и в писании есть очень много много примеров как отрицательных так и положительных примеров людей которые были соблазном или люди которые могли устоять находясь в искушении и в соблазне наверно может быть самым таким негативным на мой взгляд примером соблазна являются дети или и я думаю что те кто читал библию хорошо знает эту историю это описывается в первой книге царств то есть подходит концу период судей а духовное состояние в израиле очень нехорошая израиль то приближается то отпадает от бога есть священник или который вроде бы неплохой человек но у него есть дети которые которых писание говорит они не знали бога по своему положению из-за того что они дети священника они они принимали участие в служении но они не знали бога лично и поступали крайне плохо они поступали плохо во время жертвоприношения они не соблюдали те постановления которые были для жертвоприношения а хуже всего они ввели аморальную аморальную жизнь и писание говорит о них и грех этих молодых людей был весьма велик пред господом ибо они отвращали от жертвоприношения господу то есть своими поступками своими действиями находясь в том месте где проходило служение бога других людей пришедших служить богу они отвращали и даже написано так сам сам или я говорит им так нет дети мои не хороша молва которую я слышу вы развращаете народ господин то есть своими поступками своими действиями то что делали эти молодые люди они развращали народ господин это был большой соблазн соблазн который от отвращал людей от служения богу в то же самое время есть другие примеры людей которые будучи соблазняемы оставались верными богу и сегодня уже говорилось об иосифе который был поступавший правильно в доме отца и оказавшийся а вдали проданный в рабство будучи искушаемый будучи соблазняемый женою своего господина оказался верным богу искушение было сильнейшее давление было сильнейше он был он был раб но потерпев потеряв свое положение потеряв свой авторитет он сохранил сохранил верность сохранил верность верность господу что помогает что помогает человеку что как мы можем иметь способность устоять тогда когда встречаемся соблазн иисус христос приводя притчу о почве уже истолковые ученикам говорит так о той о той почве где семя упала на неглубокую почву на неглубокую землю и говорит но не имеет в себя корня непостоянно когда настает скорбь или гонение даст за слово тотчас соблазняется то есть соблазняется человек который не имеет корня которая жизнь которого не укорена в боге чаще всего это человек новообращенный очень часто это молодой человек это тот человек который может быть не переживал в жизни много испытаний и его вера очень слабо и вот сегодня брат гриша привел очень яркий очень хороший пример тогда когда человек новообращенный столкнувшись с соблазном не устоял то есть он увидел увидел алкоголь увидел что-то и его его опыт жизни его хождение за богом его посвящение богу было не настолько глубоким настолько укорененным что вот просто присутствие вот этого соблазна послужило к его падению и к сожалению это было не только его падение но это было разрушение его жизни и жизни человека кто был рядом с ним то есть для того чтобы мы могли могли противостоять тем соблазнам тем искушением с которым мы сталкиваемся мы должны укрепляться в боге другая вещь она что о чем предупреждает нас писание о том чтобы мы избегали или удаляли от себя все то что что соблазняет нас что искушает нас и писание говорит о том что мы должны быть такое слово есть радикальными в этом иисус христос говорит так если правая рука твоя соблазняет тебя отсеки ее и бросить себя ибо лучше тебе чтобы погиб один из членов твоих они все тело было ввержено в гиену я думаю что здесь христос не говорит о буквальном исполнении этих слов о том чтобы отрубать руку ногу глаз он говорит о том насколько радикальными насколько твердыми или может быть как далеко мы должны идти в том чтобы избавиться себя избавить себя от соблазна то есть если нам нужно чем-то пожертвовать для того чтобы сохранить себя для жизни вечной мы должны быть способны этим пожертвовать и думаю мы понимаем что не всегда решение будет лишь только в руке или в ноге или в глазе решение прежде всего происходит в голове в нашем сердце но христос вот приводит такой а такой радикальный пример чтобы люди были готовы были готовы пожертвовать чем-то для того чтобы сохранить себя для жизни вечной для того чтобы была возможность устоять среди соблазнов вы знаете христос тоже был подвержен этому нам хорошо известен это место писания где христос для того чтобы отделить себя от соблазна говорит отойди от меня сатана говорит это близкому ученику говорит это после того когда он христос сказал петру что не плоти кровь открыли тебе что он христос но отец сущий на небесах то есть это был ученик который имел откровение от бога человек который получал нечто от бога но в этот момент в этих словах в этих обстоятельствах петр был соблазном для иисуса и почему было так ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божие но но что человеческое то есть иногда соблазн может быть от людей которые очень близки нам и даже от людей которые желают нам добра в своем понимании но если мы выше этого если мы понимаем что стоит за этим мы сможем победить и такой соблазн и такое искушение иногда кому-то нужно сказать отойти быть может это не ученик быть может это близкий друг или подруга быть может быть это какое-то интересное предложение интересная возможность провести время может быть интересная поездка но если мы понимаем что это приведет не к добру что это не служит к той цели которой мы стремимся возможно нам подобно иисусу нужно сказать может быть недословно отойди сатана но не принять то предложение ту идею тот совет который предлагается нам который который мешает нам тому чтобы мы могли исполнить то к чему призывает нас господь это очень важно чтобы мы могли могли понимать могли разуметь это вторая сторона на которой я бы хотел остановиться чуть 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 подробнее как не стать соблазном для кого-то есть опасность соблазниться есть опасность последовать какому-то соблазну но каждый из нас может быть соблазном для кого-то и вы знаете чаще бывает так что соблазном является человек который находится ну высшее в авторитете человек который может быть более опытный более знающий чаще такой человек может быть соблазном я думаю что мы наверное не слышали не слышали такого чтобы дети соблазнили родителей или кто-то из родителей соблазнился на поступки ребенка родители могут быть недовольны родители могут осуждать под поступок ребенка но чаще мы слышим о том что иногда дети соблазняются на поступках родителей особенно если родители поступают лицемерно не искренна когда бывает так что родители ведут двойную жизнь двоедушные это очень сильно соблазняет соблазняет молодых людей я думаю что мы не слышим чтобы проповедник служитель соблазнился на поступки новообращенного человека но очень не очень часто но иногда мы слышим о том как молодые люди или же новообращенные соблазняются видя поступки более опытных людей проповедников или служителей когда они поступают неправильно это служит большим соблазном чем больше наш авторитет тем больше наше положение тем больше у нас шанс быть соблазном для кого-то если мы поступаем неправильно и поэтому писание так много много мест писания говорит о том чтобы мы наблюдали за собою послание кремленам апостол павел пишет так не станем же более судить друг друга лучше судите о том как бы не подать брату случая к преткновению или соблазну и так мы об этом должны судить мы об этом должны размышлять мы об этом должны беспокоиться мы живем в стране где я очень ценится ну скажем так и независимость какой-то индивидуализм то есть человек каждый вроде бы свободен поступать как хочет одеваться как хочет действовать как хочет и если это напрямую не задевает чью-то на чью-то жизнь человек считает что он вправе поступать так как он считает нужным но не так говорит писание писание говорит о том что мы в теле мы члены друг друга мы влияем друг на друга иногда даже мы если мы не задумываемся мы не осознаем того насколько большое наше влияние может быть на те кто находится рядом даже если мы не имеем непосредственно казалось бы отношений вроде бы не общаясь с этим человеком но наши поступки наш выбор наша одежда наша прическа внешность может быть украшения не могут быть соблазна для кого-то и как я говорил вполне вероятно что они не соблазнят тех людей которые старше по возрасту может быть более опытные в духовных вопросах но часть это будет соблазна для тех кто младше кто моложе кто менее опытный это возлагает на нас ответственность и когда я говорю о нас я имею ввиду не только лишь служителей или проповедников но думаю что каждый кто выходит сюда на сцену кто как-то участвует служение невидимым образом имеет большую ответственность на него смотрят с него берут пример или с нее берут пример если человек поступает неподобающим образом он может быть служить он может служить для кого-то соблазном и быть может человеку кажется что он свободен это его не задевает это его не беспокоит как не беспокоила коллекция в подвале этого брата который насобирал но оказался кто-то рядом кого это задело кто через это упал кто соблазнился я бы хотел привести один интересный пример из жизни иисуса я говорил что иногда были случаи когда люди соблазнявшиеся на иисусе на его поступках ну как бы не получали никакого внимания но иногда вот в этом конкретном случае иисус проявил немало усилия и побудил петра чтобы исправить положение чтобы не быть соблазном для кого-то место на которое бы хотел обратить внимание это будет евангелие от матфея 17 глава с 24 стиха написано так когда же пришли они в капернаум то подошли к петру собирать или дидрахм и сказали учитель ваш не даст ли дидрахмы он говорит да и когда вошел он в дом то иисус предупредив его сказал как тебе кажется симон цари земные с кого берут пошлины или подать и сынов ли своих или с посторонних петр говорит ему с посторонних иисус сказал ему и так сыны свободны но чтобы нам не соблазнить их пойди на море брось уду и первую рыбу которая попадется возьми и открыв ней рот найдешь статир возьми его и отдай им за меня и за себя и так пришли люди которые собирают подать на храм по-видимому это было нечто распространенное известное и наверное все люди это делали жертвовали на созидание храма на его устройство были люди которые этим заняты то есть это не было чем-то новым и вот когда эти люди пришли к петру и спрашивают его об иисусе не даст ли он почему-то петр поспешил в своем ответе он не спросил у иисуса не спросил его мнение его отношение к этому говорит да даст и не знаю давали ли они до этого находясь вместе или почему иисус так петр так легко ответил на этот вопрос но когда он заходит в дом иисус предупредив его то есть опередив его вопрос его просьбу начинает объяснять то положение в котором они находятся он говорит цари земные с кого собирают подать и со своих детей или с посторонних петр говорит с посторонних то есть мы не находим чтобы царь собирал налоги со своих домашних он говорит и так сыны свободны то есть иисус говорит что он будучи сыном божиим будучи богом для кого был построен этот храм он свободен от того чтобы платить этот налог он не обязан его платить он свободен он объяснил это петру и петр это понял но дальше он говорит чтобы нам не соблазнить их сделай вот это вот это и вот это и не знаю как далеко они были от берега но петру нужно было найти удочку пойти к море капернаум находился на берегу озера или море и идти ловить рыбу необычная рыбалка гарантированный улов гарантированный успех найдешь статир отдашь но я бы хотел обратить внимание что иисус отсылает петра заставляет его что-то делать и ну целый процесс и единственное для того чтобы не соблазнить их я так думаю что наверное у них не было не было средств чтобы заплатить просто на месте то есть динарии или драхмы это было ну дневная дневная зарплата то есть это примерно как 4 дня работы может быть не у каждого из нас всегда это есть при себе них по-видимому не было и он заставляет петра идти и сделать это единственная цель чтобы не быть для кого-то соблазном готовы ли мы для того чтобы не стать для кого-то соблазном пойти сделать что-то предпринять поработать заплатить просто чтобы не стать для кого-то соблазном или мы поступаем так как нам удобно как нам легко а остальные пусть подстраиваются под нас пусть для себя они сами объясняют хорошо это или плохо или почему поступил я так или иначе но христос в этом случае очень поступил милостиво по отношению к тем людям чтобы они не соблазнились он заставляет петра идти работать однажды иисус сказал так я хочу подчеркнуть насколько серьезной опасность соблазна сказал так же и ученикам невозможно не прийти с соблазном но горе тому через кого они приходят ибо лучше было бы ему если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих и не знаю о ком говорится малых сих говорится ли здесь только о детях скорее всего что это говорится не только о детях но это говорится о тех кто кто меньше меньше по положению быть может меньше по духовному росту и если человек соблазняет кого-то из них христос говорит очень радикальную вещь для того лучше чтобы его утопили лучше для того чтобы он погиб чем он соблазнит одного из малых сих настолько серьезен этот грех соблазна задумываемся ли мы об этом учитываем ли мы это в наших поступках ведь это могут быть очень ну небольшие вещи иногда это очень небольшие вещи иногда это ну не какой-то грех иногда это может быть просто наша внешность может быть наша фотография где-то на интернете в инстаграме мы считаем что мы свободны так сфотографироваться так выглядеть даже если это очень не стыкуется с нашей христианским мировоззрением с христианскими взглядами но иногда кому-то хочется выглядеть необычно кого-то удивить кого-то шокировать но ведь для кого-то это может быть соблазном кто-то может на этом упасть кто-то может начать подражать такому же поступать так же понимая что вот авторитетный человек может быть участвующий в служении поступает так одевается так украшается так но если он делает так значит и мне можно и об этом может не знать никто почему тот или другой человек меняется но очень часто за этим стоит кто-то кто был соблазном и вполне вероятно что если мы не осознаем это не покаемся в этом нам придется нести за это ответственность писание писание очень строго говорит в евангелии от матфея написано так пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и дальше там говорится об огне от скрежьте зубов для тех кто является соблазном я бы хотел чтобы каждый из нас слышал вот эти множество мест писания я не читал всех их намного больше предупреждений предостережений мог пересмотреть свою жизнь стать более внимательным к своим поступкам к своим действиям понимая что мы не просто независимые люди самостоятельно служащие Богу но мы единое тело члены друг другу и мы влияем друг на друга и если мы являемся для кого-то хорошим примером примером для подражания если наши действия наши поступки побуждают кого-то к служению Богу к принесению плодов к освящению мы будем иметь награду даже если мы не проповедуем но мы просто поступаем правильно являемся примером мы будем иметь награду но если мы являемся соблазном горе нам мы сейчас будем идти к молитве и я бы хотел прочитать один стих из Евангелия от Иоанна написано так кто любит брата своего тот пребывает во свете и нет в нем соблазна если мы любим тех кто находится рядом с нами не просто на словах но у нас есть в сердце искреннее желание добрать тем кто находится рядом с нами если мы пребываем во свете в его присутствии мы способны проводить жизнь не являясь ни для кого соблазном или даже если мы просто будем искренны в том что мы делаем не двоедушны не двуличны наша жизнь может быть примером для окружающих мы несовершенны мы растем мы познаем Бога мы становимся лучше но если мы ведем двойную жизнь если мы одни здесь в церкви и другие дома одни с церковными друзьями и ведем по другому себя с людьми вне церкви мы можем быть большим соблазном соблазном для людей которые знают Бога и может быть большим соблазном для людей которые не знают Бога я уже говорил этот пример как-то разговаривая на работе с сотрудником и коснувшись духовных вещей вопросов служения Богу первое что я услышал это о евангелистах которые проповедуют на телевизме которые зарабатывают много денег ведут роскошный образ жизни для кого-то это является соблазном а для кого-то быть может поступок человека который просто работает рядом с ним но поступает недостойно звания христианина пусть поможет нам Бог ходить во свете жить во свете и поступать так чтобы наша жизнь была примером для тех кто находится рядом с нами и наши дела наши поступки не послужили ни для кого соблазном давайте помолимся об этом